Что сегодня уже пятая неделя, ребята не попадают. Ну что ж, уже заходим сразу в бой. И Инсигнис взял, все-таки он взял, господи, Борхеса, Джейсон. Джейсон, да. Он давно-давно уже... О, это меняет управление. Не знает, куда прыгать. Как же оно закончится? Беги, друг, беги. Нормально. По времени заканчивается. Ларс смотрел ужастики, он знает, что когда что-то, свет не так или еще что-то... Нет, просто надо бежать. Просто перетерпеть. Хорошо, динг-донг, миксап. Не угадывает Инсигнис, получает немного дамага и наказывает его в ВК-пларах. Отличный манджоп, но, к сожалению... И встает неграмотно. Не делает комбу. Не уверен, что Инсигнису нужен был эта смена. Ну, пока что есть запас прочности нервов. В плане того, что если проиграет, можно взять Ермака. О, телепорт. Красавчик. Вот это было неплохо. Вот если с этим ХП он сейчас сможет еще и забрать. Джейсон, ты рак-то был. И опять меняет управление. А-а-а, быстрее. Беги, Лар. Беги, нет угла. Помните ситуацию в Инжатисе, когда Гранди включал вот этого суперспособности и надо было обязательно отпрыгать от него, чтобы он на тебя не схватил? Вот это очень похожая ситуация, когда Джейсон включает. Поменять управление. Для тех, кто опять-таки не в курсе, когда все красным становится, у Лара меняется управление. Причем не только вниз-вверх, вправо-влево. У него также меняются и кнопки. То есть нога становится рукой. Полный рандом. Никогда не поймет даже, как поменялось. Комбо вы точно там не сделаете, а еще скорее по голове получите. Кстати, отменяется ли, если хотя бы первый хит попал где-то в этой красной штуке? Да, да. Если ему наносит урон, то сразу пропадает пелена кровавая. А-а-а, не трогай меня, нет. Реально ужастик такой. Беги, Лар, беги. Хорошо, заблочил. Теперь ему нужно просто чуть перетерпеть и начинать свою атаку. В Инсигнец чуть побольше хп, нужно что-то делать. Отличное колесо. Вошло в трейд, но в любом случае это Лару на руку. Комбо и миксап должен отгадывать Инсигнец. Нет, идет прессинг, Лар сносит чуть-чуть 6% не так плохо и копит метр. И очень мало хп в Инсигнец. Нет, в блок нельзя ждать против пистолетов, там очень много чипа урона проходит. Да. Нужно просто сидеть против мин. Пистолеты стреляют вверх, но если вы ставите блок, то, видимо, по костяшкам вашего блока, как раз по кулачкам, пульки попадают. Ну что, необычный выбор. Никто его не заставлял, естественно, брать Джейсона, но если он считает, что сейчас силы у него больше за Джейсона, я бы с удовольствием дальше продолжил смотреть на их. Мне в Джейсоне единственное, вот слэшер не очень понравился. Остальные две вариации, как раз одну из них сейчас показывал Инсигнец, очень нравится. Я люблю бросковых персонажей, я люблю каких-то таких, ну, с простенькими комбами, где не надо в секунду, как на пианино проиграть, набирать комбу. И вот Джейсон как раз под это все подходит, потому что, ну, такие медленные по вводу комбы, ультимативный урон, есть броски, есть какие-то хитрости в виде телепорта за спину, ну, и вот это вот полностью поменять управление. Персонаж просто прям из моих. Не уверен насчет, насколько персонаж сильный, насколько он прикольный. Прикольный, интересный, да, насколько сильный. Все-таки Инсигнец думает, что Ромаком получится лучше. Посмотрим. И ферст-хит, Лар, к сожалению, дропает комбу, мог нанести очень много дамага, но прощает он Инсигнец. Не наказывает шарик, чуть-чуть не успевает. Возможно, нужно было просто чуть ближе подойти, посмотрим. Куда это? Пытается на халяву просто с воздуха попасть этим шариком на противоходе, но нет. Какой Эрмак из Мастеров Соулс не мечтает о халяве с шаровым? В блок яблоки уплетает. Покушай яблочек. Ловит его Лар опять, но не хватает ему стамины. Так, хорошо, хорошо, давай. Колесо должно быть, естественно, наказываться. Здесь тоже мог бы пробежаться, но растерялся после брейкера. А, вот в чем дело. К сожалению, не мог накатиться действительно стамины. И очень мало хп Инсигнец, нужно рисковать. Да. Пропускает комбу. Лар. И теперь ему нужно что-то сделать. Нельзя ошибаться. Очень непонятный, даже не экзовый надпанч, возможно, что-то другое он хотел. Неужели это не продолжается? И Инсигнец тащит раунд. Примерно 60% против 10. Блок бы совсем не помог, там еще много ударов, да? Да, они все чипуют очень сильно. Можно было на NGP пытаться поймать, но не получилось. В углу Инсигнец. Неужели он стал делать эту комбу? Наконец-то. Которую так все ему советовали, но раньше у него не получалось. Унджина получается, и у тебя должно получиться. В углу Кэсси. Куча дамага сейчас забегает. 32. Неплохо Инсигнец резетит ситуацию. Пробует он миксовать по-разному бросочек. Оверхеды, лоу. Сейф, не сейф. Мечу теряется Лар, но Арморчик его спасает. Очень мало хп, если не угадает. Нет, не угадывает и минус раунд. Даже угадывает. Не очень приятно блокировать эту серию. Потому что там идет оверхед, и потом сразу лоу. Вот так вот. Вот так вот смело просто с разбегу бросочек. Смелая Инсигнец и совсем не смелая Лар. С появлением бега, конечно, много появилось новых страт. В сравнении с Инжастисом и Моркл Комбутом 9. Отличный блок. И давай, да, наказание. Смелый гопнический бег в лицо иногда приносит нереальные плоды. Так, заблочили. Чуть-чуть не понятно, за кого болеть. Ну, мы ни за кого сейчас, наверное, не болеем. За красивую игру в первую очередь. Два раза Лар уже ест это. Напомню, что это не Unblockable. Там просто нужно поставить нижний блок. Бруталити. Первый на сегодняшнем турнире. Кстати, два игрока, о которых больше всего говорят европейцы. Про Лару как хорошую Кейси. Смотрим, кто же возьмет все-таки третью игру. Шутить он больше не будет. С Джейсом. Поехали. В этот раз начинает блокироваться нижний. И пропускает. Проходил. Просто бросил. Аккуратно играет Инсигнис. Не хочет, что он с Кейси разговаривает. Я вижу, что Лар тоже достаточно аккуратничает с блоком, подходя по чуть-чуть. Да. И пропускает он на прыжку. Фирменный акробатик. О, продолжит. Ой, сколько там было вифов. И тоже не среагировал на это Лар. Не успел. Да что ж такое. Лифает на планчик. Театр абсурда у нас начинается, когда мимо-мимо-мимо все. Волнуется, ребята. Очень волнуется. Лифа пускает оверхет, рискует Инсигнис. Но, к сожалению, не было у него, видимо, заряда. Или чуть-чуть не успел, дропнул. Но все равно забираем раунд. Самый нелепый раунд пока что за сегодняшний турнир. Ребята, соберитесь, пожалуйста, перестаньте все дропать. Покажите нам красивую игру. Аккуратный футсис, это красиво. Но только если он выводит на дамаг. Апперкот. Аппи. Ту-ту-ту. Приготовил апперкот Ларф против акробатики фирменной Инсигниса. И пропускает оверхет. Рискует Инсигнис. Если бы Ларф заблочил, он смог бы чуть ли не больнее наказать. Но риск окупается. И колесо в молоко. Как редко видно, когда колесо совсем даже без хита наказывают. Это случается очень редко. Потому что у этого самого колеса очень большой хитбокс. И практически всегда попадает. А тут с ней прыжки пац. Не догнал. Да, практически со всех сторон. Но на прыжке Ромака делает свое дело. Далеко она бьет. Ой-ой-ой, никуда. Апперкот второй. Прямо... Издевательство уже. Если сможет сейчас... Не, уже Лезо камбетчет. Only true master. Нет, просто X-Ray в лоб. Чтобы без шансов. Выглядит почти как Fatality. Но на самом деле это просто... Супер удар. Телефорт. Телефорт. Наказывать колесо. Все это... Кто-то стал такой большой. Просто кто-то понял, что это деньги. Мы сегодня... Регистрации бесплатные. Приходят люди заработать действительно по 500 баксов. Почему бы не посидеть там несколько часов в практике и не разобрать персонажа, с которым тебе уже... Сколько раз они встречались? Один раз всего лишь? По-моему, один раз, да, они встречались на первом или на втором стриме. Просто для тех, кто выходит в топ-8, уже, наверное, должно быть золотым правилом, что вот постоянно одни и те же лица. Всегда бывает, ну, пара новичков, которые, ну, хорошо, не случайно, но все же пробиваются в финал. Но узнать, за кого играют основная масса, которая проходит в финал, и потренировать их персонажей, это просто масло. И берет Hellfire Скорпиона Лары. Ну, мне это нравится, если он покажет действительно то, что я знаю, что может сделать Hellfire Скорпион. Но начало не в его пользу, к сожалению, инсигнист просто его насилует, миксапе. Пол хп отнимает, все, и канцелы. Пошел прессинг какой-то. Что сможет сделать Лар? Иксовый шарик. Он дает плюс 9 на блоке, да, так что после него дальше можно, но не получилось в Ларе продолжить прессинг. Хорошо, комба. Идет максимальный дамаг, Лар за метр. Псавчик. И тропает ее, тропает. К сожалению, он рано ввел поджигалочку и бывает вылетает. Вот такая фигня. Там сначала нога должна была быть. Да, я думаю, сначала, безусловно, должна была быть нога. Интерактабл на лианах повисеть, полетать. Это было прекрасно. И опять ловит его инсигнист. Можно вару выбираться из угла. 36 и тяжелый нокдаун. Ой, как хорошо прошел телепорт. И наказывает телепорт. Ничего не получается у Лара. Кто-то Лар потерялся. Мне кажется, это... Ну давай, камбэк. Давай чудо. О, вот оно. Нет, даже не конфермен. Что ж такое? Наверное, рановато. Очень сырой пока что Скорпион. Сыролат, сыролат. За попытку, конечно, поблагодарим Лара. Инсигнист подарил раунд с Джейсоном. Привет. Лар подарил раунд со Скорпионом. Кто это? Бэтмен. Какой Бэтмен? Ну там были летучие мыши. Бэтмен. Походу... Пришел Бэтмен и съел. Бэтмен, похоже, был он Псайбота. По-моему, Бэтмена нету в этой вселенной. Ну так, совершенно, по-моему. Все так думают.